Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня в выпуске. Ограниченные действия ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре Хамаса в Газе. Финансовая помощь еврейской общины мира пожертвовали миллиарды долларов на восстановление Израиля. Оставивший след в истории, в Израиле простились с главой Всеизраильского союза ветеранов и борцов с нацизмом Авраамом Гринзайдом. ЦАХАЛ ведет ограниченные боевые действия против Хамаса в секторе Газы и наносит удары по позициям Хизбаллы в Ливане. За минувшие сутки ВВС вновь атаковали десятки целей в различных районах анклава, военные объекты, пусковые установки, туннельные шахты. Один из авиаударов пришелся на ячейку Хамаса, представлявшую угрозу для наземных войск. Напомню, что армия обороны Израиля вывела свои основные силы с севера и юга сектора, но не остались в так называемом коридоре на Царим, полосе земли, проходящей от границы с еврейским государством в районе Баири до побережья. Суд в Марокко приговорил гражданина страны к пяти годам тюремного заключения за призывы разорвать соглашение о нормализации отношений с Израилем. Абет-Аль-Рахман Занкар признан виновным в разжигании ненависти и оскорблении Конституционного института. Помимо этого, он оштрафован на пять тысяч долларов. Основой для обвинения стала серия постов в социальных сетях, в которой марокканец выступал против войны в Газе. Отмечается, что это не первый случай подобного рода в Марокко. В ноябре 2023 года гражданин страны был приговорен к трем годам заключения за протест против сохранения нормализации отношений с Израилем. В Иерусалиме ультра-ортодоксы устроили массовые беспорядки. Они организовали несогласованные шествия от улицы Эньяков к площади Кикар-Шаббат, в ходе которого поджигали мусорные контейнеры, блокировали движения, размахивали флагами Организации освобождения Палестины и держали плакаты с антиизраильскими лозунгами. На место была вызвана полиция, чтобы восстановить порядок. В Иерусалиме вступили в столкновение с правоохранителями, бросая в них камни и другие предметы, а также обвиняя их в нацизме. В результате два участника беспорядков были задержаны. Еврейские общины мира пожертвовали Израилю около 1,5 миллиарда долларов с начала войны на Ближнем Востоке. В отчете Министерства по делам диаспоры отметили, что с учетом инфляции общая сумма больше, чем во время шестидневной войны в 1967 году, но немного меньше, чем в период войны судного дня. Не менее 350 некоммерческих организаций, а также несколько правительственных учреждений получили финансирование для оказания медицинской и неотложной помощи, поддержки психического здоровья, помощи жертвам терроризма, удовлетворения экономических потребностей и других нужд общества. Помимо этого, за минувшие полгода 58 тысяч волонтеров прилетели в Израиль, чтобы добровольно пройти военную службу, работать в сфере сельского хозяйства и с организациями, поддерживающими жертв 7 октября, и эвакуированных из общин рядом с сектором Газа. Германия отвергла обвинение Никарагу в Высшем суде Организации Объединенных Наций в том, что она помогает киноциду в Газе, вооружая Израиль, но в то же время заявила, что безопасность еврейского государства является основой ее внешней политики из-за истории Холокоста. Ожидается, что Международный суд примет временные меры по этому делу в течение нескольких недель, но на вынесение окончательного решения могут уйти годы. Напомню, что похожий иск в суд ООН ранее подала Южноафриканская республика, обвинив Израиль в нарушении конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него за ситуацию в секторе Газа. В итоге, в конце января суд постановил, что Израиль должен прекратить действия, которые могут нарушить конвенцию о геноциде. В Израиле простились с главой Всеизраильского союза ветеранов и борцов с нацизмом Авраамом Гринзайдом. За 98 лет своей жизни он сделал многое для того, чтобы память о жертвах нацизма никогда не стерлась из нашей памяти. Наталья Кравченко продолжит. Авраам Гринзайд прожил почти 30 лет в Израиле. Родился он в Румынии. В 41-м с родственниками бежал в Оренбургскую область. Во время войны служил в полковой разведке, потому что знал иностранный язык. Для него таким был русский. В доме говорили на идише, румынском и даже французском. Его отец учился в Сорбоне. К 18 годам он потерял родителей. Тогда Авраам Михаэль Гринзайд пошел в армию, чтобы отомстить за родных. После войны ветеран сделал педагогическую карьеру, а в 90-м репатриировался. Уже через два года Авраам Гринзайд стал председателем Риховицкого городского комитета союза ветеранов Второй мировой войны. Еще через три. Председателем только что созданного Риховицкого окружного комитета ветеранов, включающего отделения городов Аждоды, Ашкелона, Лоды, Явны и других. В 2010 году он стал одним из тех, кто зажег факел на горе Герцля. А в Иерусалиме памятник, свеча памяти 90 тысяч блокадников Ленинграда, которые погибли. Ветераны войны все получили инвалидность. От 3-х 9 тысяч их жизненный уровень в месяц поднялся до 7-10 тысяч. Жители блокадники получили и инвалидность, и пиццу им из Германии. Узники гетто обеспечены полностью себя и своих детей материально. Беженцам мы добились в последние два года, что вместо 1800 получать 7200 подарок ежегодно. Скоро будет 12 тысяч. Свой вклад ветеран внес в сохранение памяти о своих однополчанах и других борцах за свободу. В 2021 году в израильском городе Риховит открылся новый музей. В нем представили личные документы, исторические свидетельства ветеранов, блокадников Ленинграда, узников гетто и лагерей, дружеников тыла, детей Второй мировой войны, а также воевавших за Израиль. Во главе проекта создания музея стояли руководители отдела абсорбции Риховита Илана Табориски и Авраам Гринзайда. Оказалось, что у него уже были наработки для музея, истории других ветеранов, и даже здание было на примете в самом центре города, на улице Смелянске. Сюда должны будут приходить дети, сюда должны будут приходить молодежь. Здесь будут проводиться дни памяти, естественно, здесь будет проводиться празднование победы. Авраам Гринзайд поддержал инициативу внесения памятной даты 26 яра в еврейский религиозный календарь. Она принадлежала Герману Захарьяеву, президенту Международного благотворительного фонда СМЕГИ. Меценат направил свои соболезнования родным Авраама Гринзайда в связи с его кончиной. С глубокой печалью встретил я известие о кончине Абрама Наумевича Гринзайда, главы Всеизраильского союза ветеранов и борцов с нацизмом. Это трагическая потеря для всех, кто знал этого незаурядного человека, работал совместно с ним. До последних дней ветеран вел активную общественную работу. Менее недели назад он встречался с Давидом Мордыхаевым, главой медиагруппы СМЕГИ. Вся жизнь Абрама Наумевича была посвящена служению обществу. Благодаря его активности и мудрому руководству, Всеизраильский союз ветеранов стал образцовой организацией, решающей две важные задачи. Популяризация подвига солдата Красной Армии во Второй мировой войне на территории еврейского государства и социальная поддержка участников ВОВ, проживающих в Израиле. Во многом благодаря его усилиям в 2017 году Кнессет принял закон о праздновании Дня Победы в Израиле 9 мая. А также благодаря его поддержке в Израиле и по всему миру активно отмечается День спасения и освобождения 26 яра. Последнее мое желание, чтобы в День спасения и освобождения, прочно вошедший в наш календарь, отмечался бы евреями как религиозный праздник. Чтобы этот день стал подлинным еврейским Днем Победы и обрел признание на всей планете. В этом году я хочу, чтобы во всех городах, где находятся наши отделения, отметили 26 яра молитвами в синагогах и возле памятников героям Второй мировой войны. «И это будет моим наследством для будущих поколений». Эти слова он произнес за три дня до своей смерти при встрече с Давидом Мардыхаевым. «Я глубоко скорблю о кончении этой выдающейся личности и выражаю искреннее соболезнование семье и близким покойного. Светлая память об Абраме Гринзайде останется с нами навсегда». Барух Даян А. Эммет. Я говорю еще раз искреннюю благодарность и признательность всему Еврейскому Российскому Конгрессу за то, что выдержит испытание времени, за то, что помогает многим. И особенно хочу выделить господина Германа Захаряева, который живет там и не забывает своих, если хотите грамотно сказать, однополчан, людей, которые его обожают, его уважают за прекрасные, добрые дела. Не буду я их перечислять, чтобы не вызвать зависть у других. Имя Абрама Гринзайда будет на слуху еще у многих поколений, ведь во многом благодаря его усилиям в 2017 году Кнесет принял закон о праздновании Дня Победы в Израиле 9 мая. Наши сайты – это богатая коллекция информации о жизни еврейского народа, о его культуре и истории. stmeggi.com – новостные заметки, аналитические статьи и интервью. Наши корреспонденты собирают для вас все самое интересное об особенностях еврейской жизни во всем мире. На сайте базируется библиотека книг на джури, информация о мероприятиях международного отделения stmeggi.jr и многое другое. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Все больше русскоязычных зрителей из разных уголков мира выбирают первый еврейский. Если вам тоже нравятся наши видео, присоединяйтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. И оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok